Десять огненных лет. Афганская война стала последним крупным военным конфликтом, в котором принял участие Советский Союз. Больше трех с половиной тысяч уроженцев Алтайского края прошли через горнила Афгана. Из них 153 погибли. Трое удостоились звания Героев Советского Союза. Среди них пилот Константин Павлюков. Он получил награду посмертно. Его мать Светлана Павлюкова рассказывает о серьезности боевых действий поначалу просто не знали. Никто не рассказывал, что они в Афганистане, что там плохо, что там трудно. Только все хорошо. И это по всей стране такое было. Единственное, что ребята, вот у меня были письма такие от матерей, они писали, вернусь за каждую крошку хлеба буду очень наказывать. Было тяжело, когда-то они в горах окружены или что. 15 февраля 1989 года. Десятилетнее противостояние, которое официально так и не было признано войной, закончилось. В этот день последний советский военнослужащий пересек пограничный мост через реку Пянш. Для солдат закончилась война, но начался другой период осмысления тех событий, который не завершился до сих пор. Как говорят некоторые люди, была ошибка, что мы зашли туда, но еще больше была ошибка, что мы вывели оттуда войска. Памятная медаль в честь 30-летия вывода войск из Афганистана получила несколько сотен ветеранов. Также были вручены награды Российского союза ветеранов Афганистана, памятные подарки ветеранам и семьям погибших. В течение этой недели торжественные мероприятия продолжатся, а в пятницу на площади ветеранов в Барнауле пройдет торжественный митинг, в ходе которого участники возложат цветы к вечному огню. Ляк Четков, Александр Антропов. Наши новости.